Музыка 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 Видеокурс, как эффективно работать на мешках Узнай убойные комбинации Улучши свою физуху бойца А также узнай, как можно развивать бойцовский IQ Ссылка в описании под видео Привет бойцы, с вами проект Мой Тай Си Кей И в этом видео Я вам покажу часть тренировки Вернее, такую хорошую жесткую работу Мы будем делать несколько наработок И потом будем сначала по заданию работать Делать такие полу спарринги, скажем И потом вольные бои, уже спарринги В хорошей жесткой манере Сейчас перед вами ребята уже более-менее опытные С хорошим опытом, поэтому Просто на них можно смотреть Можно для себя отмечать некоторые моменты Итак, первая наработочка Это миддлкик, прихват миддлкика И ответ любым ударом Ответ любым ударом может быть Или рукой, или ногой То есть здесь не важно Работа, здесь просто для себя Как бы бойцы учатся ловить ногу И сразу уже нарабатывать Какое-то контр-атакующее действие То есть можно прихватить, пробить прямой Можно прихватить, пробить лоу-кик Вот после прихвата ребята делали Локтем удар на сближение Здесь очень важно, когда делаешь прихват Чуть-чуть сближаться То есть прихватив ногу Делать шаг навстречу И входить по центральной линии То есть не просто с места стараться Пытаться где-то как-то достать А именно входить по линии Вот хорошо сделал Локоть в ногу и локоть с разворота Это такие наработочки Мы все это все нарабатывали, делали И уже это в такой более Нету четкого задания А есть произвольная работа Этого момента Как и после прихвата Сейчас то же самое делаем после фронт-тика Но сейчас фронт-тик сбивают Или прихвачивают И то же самое сразу Контр-атакующее действие То есть после сбивочки фронт-тика То же самое На сближении можно пробить прямой После прихвата фронт-тика Можно то же самое Пробить сразу хай-тик Где-то сбить Немножко оттолкнуть от себя противника И пробить хороший хай-тик Где-то пробить лоу-тик сзади То есть левой ручкой, например Очень важный момент Что вы для себя должны понимать Что фронт-тики сбиваются от себя Как бы после того, как ты сбил фронт-тик противника Он должен остаться к тебе боком или спиной Развернуть Развернуть спиной противника И дальше можно уже дорабатывать Или лоу-тиком по задней поверхности сзади Или прямым где-то бросить Вот хорошо В красной маечке Боец мы подхватил И сразу ответил хай-тиком То есть очень-очень хорошо Прихват и лоу-тик Высекание можно сделать Когда-то высекание жесткое они делают Так как это наработочки Но принцип остается все тот же Они для себя этот момент обозначают Прихват и сзади под пяточку Сразу идет лоу-тик Жесткий, сильный Который будет в бою Как бы в силовой такой работе Произвольно Это все будет жесткое высекание И отсюда идет уже сразу Хорошая силовая работа То же самое Прихватить ногу Немножко оттолкнуть от себя И жестко всадить Хай-тик или мидл-тик Или колено в прыжки Итак, следующая работа Это уже пошел Вольный, скажем так Бой по заданию Но не столько вольный Сколько именно произвольная наработка Удара в руками Сейчас задача, ребят Бросать друг другу По очереди Они работают по одному удару Работают только руками То есть задача Сделать удар И сразу применить Какое-то защитное действие То есть или Попробовать принять На глухую защиту И сразу ответить Быстро, максимально быстро То есть работа идет По одному удару Но Эти по одному удару Они должны быть Настолько слитные Настолько Там, скажем На скорость ответные Для того, чтобы ты сразу Ориентировался в боях То есть ударил Защитился Ударил Защитился Ударил И это все Без остановочки Слитно Для того, чтобы Противника все время Держать в напряжении Все время Заставлять его работать Все время Не давать ему дышать Не давать целиться И как бы Работать первым номером Ребята работают И голова И корпус И здесь с уклона Можно в корпус пробить С нырочкой В голову дать С оттяжки Сразу прямым достать То есть здесь Идет наработка Защитных действий Ты учишься защищаться Учишься уходить от ударов Учишься делать уклоны Нырочки Оттяжки И при этом Сразу учишься отвечать Не просто убегать от ударов А сразу отвечать Ну что Вот защищаться От всех ударов Особенно когда идет Хорошая серийная Жесткая работа Невозможно Невозможно защититься От всего Если ты просто стоишь И просто защищаешься Поэтому здесь нужно Учиться Контраатаковать Только так Можно Как-то переломать Хоть поединка И сейчас Точно в таком же режиме По очереди По одному Любому удару Работают ребята Ногами То же самое Выставлять блоки Делать прихваты Делать спивки Все то же Что они делали В наработках предыдущих Это применяется И плюс к этому Добавляются блоки И контратаки Ну между собой Идет смена Напарников Для того чтобы Поработать с разными Напарниками По разному Каждый работает по своему Поэтому опыт Разных противников Он очень важен Особенно в такой же Наработке Когда Уже ребята Более-менее Опытные Готовятся Куда-то там И Парингуют По час Чаще Такая Работочка То есть Наработки Спокойно Набрасываются Все хорошо Спокойно Но при этом Добавляют более-менее Хорошую силу То есть Сейчас Работа более-менее У ребят силовая Так как они Опытные Уже Там могут И защититься Не пропустят Просто так Какой-то удар Шальной Ручки возле головы Всегда держат Не опускать руки Не гоняться руками За ногами Это очень важно Это все Нарабатывается Долго У новичков Это не получается Новички Обычно Руками Стараются Отпивать Все удары Ногами Высекание Четкое После прихвата То что я вам говорил Как бы В наработках Это не делалось Но при Вольных боях Это делается Уже активно Просто прихват И сразу Высекание Под пятку Это делается Мгновенно Противник Ничего не успевает Сделать Это тоже Надо работать Опять Высекание Четкое Сделали Под ножку Если это все Делается В боях Мы также И нарабатываем Защиту От этого Высекания То есть Надо Делать Уже Немножко Прихват И Ночевать И сейчас Пошла Работа Точно Так же По одному Любому Удару Но ребята Уже Применяют И руки И ноги То есть Работа идет Или Рука Или нога Это все Намного Становится Сложнее Намного Становится Опаснее Потому что Сейчас тебе Нужно Держать Внимание И на руках И на ногах Как бы Это уже Такой Можно сказать Спарринг По заданию Только ты Не ждешь Серию А Стараешься Защититься От одного Удара Стараешься Защититься От одного Удара Ты упрощаешь Конечно Задачу Себе Так как Но при этом Ты просто Должен Да Сразу Отвечать Здесь Не задача Там Защититься А потом Бегать полчаса За противником Выцеливать Здесь Задача Больше Должен совмещать и работать уже такими, называется, двухударными комбинациями, скажем так. Но ребята уже сами выбирают себе эти двухударные комбинации и работают так, как считают нужными, да. Работают туда, где нет защиты у противника. Рука-нога, нога-рука, рука-нога, и туда все это разбивается. Можно две руки бросить, голова, корпус. Очень много вариантов для таких атак. И защититься от таких атак очень тяжело. Поэтому основная защита, как вы видите у ребят, это глухая защита. Ручки возле головы, локти прижаты и поднимают колено, выставляют блок. Это, как бы, скажем, самая простая, но самая надежная защита. Она, конечно, не дает стопроцентной защиты, потому что всегда есть места, куда можно пробить. Но она дает защиту от основной такой массы ударов и уже дает тебе возможность контратаки. То есть раз-два пробил и сразу ушел в глухую защиту. Это в основном ребята так и работают. Тот, кто более опытный, понимает и знает, зачем это. А новичкам этому нужно учиться. Это дает хорошее преимущество перед теми, кто старается убежать, выставлять руки, там, махать руками, пытаться все отбить. Это никогда не работает, когда идет серия ударов, ты никогда не успеешь отбить все удары, там, словить как-то все удары. Поэтому нужно работать, стараться плотно. В глухой защите подзакрылся и сразу с этой же, с короткой дистанцией можно быстро, четко контратаковать или сработать навстречу, или сработать на опережение. И следующее у нас наработочка. Работа уже по три удара. Еще более усложняем работу. То есть три удара. Трех ударные комбинации. Работа по очереди тоже. Сейчас нету встречной работы. Сейчас работа по очереди, но трех ударными комбинациями. Раз-два-три, раз-два-три. То есть здесь задача у ребят была больше держать темп. Задачи не было там бить нокаутирующие удары. Соответственно, это наработочки. Тут не надо никого убивать. Ребята с одного зала, скажем так. Поэтому идет наработка. Но у ребят уже, они более опытные, повторяюсь. Поэтому наработка идет жесткая. Удары более-менее силовые такие уже. И ты учишься и понимать, какие удары могут прилететь в бою. Но при этом и не делаются нокаутирующие удары до конца. Но работа уже все равно жесткая. В новичках это все немного легче нужно делать. Просто набрасывать аккуратно, спокойно. Не нужно так саживать. И сейчас можно просто посмотреть, для себя поотмечать какие-то серии, комбинации. Что прошло, что не прошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут хорошие комбинации пошли с добавлением колена. Они всегда отлично работают. Там две руки и колено по глухой защите. То есть это самое, можно сказать, лучшее противодействие глухой защите. Когда идет пару рук, прихват за голову и жесткое колено в голову. Раз-два, бам, колено в голову. Раз-два, бам, колено в голову. Это очень хорошо, если, конечно, противник не начинает работать навстречу. Когда начинается встречная работа, все немного сложнее. Но противодействие глухой защите это самое наиболее оптимальное. И вот пошла уже работа произвольная. Сейчас пошел именно спарринг. То есть вольная работа, любые удары, любой поочередности, любая последовательность. И ребята себе уже набрасывают все то, что они делали. Прихваты, сбивки, защита, двухударные, трехударные комбинации. Это все работает, нарабатывается. Стараются куда-то достать, стараются попасть, где-то сработать комбинации. Но здесь уже есть варианты и встречной работы. Поэтому уже пробить раз-два-три не всегда бывает так просто. Потому что после раз может быть встречный удар и уже два-три не долетит туда, куда надо. Но это все нужно стараться делать. То есть постоянно набрасывать, постоянно прессинговать, постоянно поддавливать противника. Заставлять его уходить в глухую защиту. Как-то там убегать, защищаться. Клинче добавляется работа, да, скруточки добавляются. И отсюда раз-два-три и колено добавлять в глухую защиту. Вот была попытка, да, колено в прыжке. Но оппонент быстро разорвал дистанцию и не дал этого сделать. А так, ребята, да, стараются набрасываться легко, свободно. Но при этом уже добавляется, как я опять-таки повторюсь, немного силы для того, чтобы почувствовать удары, почувствовать сам поединок. Но новичкам этого делать не надо. Новичкам нужно все стараться делать максимально на касание, чувствовать удар. Потому что обычно бывает все наоборот. Новички сразу стараются ходиться, рубиться. Но не имея и не умея ни бить, ни защищаться, это все всегда качается от печали. Но тут уже сами посмотрите, что и как, ребята, более-менее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И сейчас у нас последняя наработка, последний раунд это клинч. То есть работа в клинче. Задача зайти в клинч, набросать колени, сделать скруточку. Вот хорошо, отлично получилось. То, что нужно делать. Зайти, забрать голову, раз, два, три колена и сделать скруточку, бросить оппонента. Конечно, в бою более эффективно и, скажем так, более надежно это просто обрабатывать колени. Конечно, не делать скруток, высеканий. Но иногда это тоже очень эффективно, если четко есть какая-то скрутка, высекания. Напарник, оппонент, противник, может упасть на спину где-то за этим питанием. Но, конечно, в клинче это лучше всего, это просто обрабатывать коленями и локтями. Это наносит серьезный, хороший урон. И это есть цель любого поединка, да, нанести максимальный урон. Уже сил нету, усталость большая, клинч это очень выматывающая. Подписывайся на канал, ставь лайк. В конце видео и под видео есть видео курсы по тайскому боксу, по самообороне на улице, которая обязательно тебе помогла. До встречи в новых видео уроках. Редактор субтитров А.Семкин